Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее свидание коллегии и вопрос в повестке дня о проводе по поручению президента Республики Татар Стан по итогам той коллегии, которая прошла под руководством президента Татарстана и по причине коллегии антифункционной комиссии, которая проводилась под руководством президента Республики Татар Стан. Хочу отметить, что вы видели, что большая достаточно дискуссия развернулась в социальных сетях, в ряде сайтов, и в общем-то это хорошо, так как мы с вами имеем возможность открыто, полноценно обсуждать эти вопросы и находить их решение. Могу отметить, что в принципе не может быть никаких оправданий любым нарушением закона, любым нарушением этики, любым нарушением, которые могут быть в любом направлении деятельности. Я всегда подчеркиваю, речь не идет только о системе здравоохранения, ни в коем случае, речь идет безусловно о всех областях и направлениях нашей жизни. И речь идет и о системе государственных закупок, речь идет и о системе строительства, и жилищно-коммунального хозяйства, и образования, и здравоохранения, и социальной защиты, и многих-многих-многих других. Уважаемый Илья Шахач, уважаемые члены коллеги, приглашен на президент Республики Татарстан Рустам Магалевич Мениханов на заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан в своем выступлении 17 октября подверг жесткой критике системы здравоохранения за нарушение предоставления платных медицинских услуг, взятки, приписки и прочие коррупционные проявления. Были озвучены цифры двукратного увеличения числа выявленных преступлений в сфере здравоохранения и социального обеспечения. Нас не может не тревожить сохраняющееся антилидерство в этом антирейтинге. Сегодня в рамках коллегии мы должны определить слабые места в управлении организации медицинской помощи, которые являются основой для возникновения бытовой коррупции и обозначить основные мероприятия по ее искоренению. Продолжение следует...